Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Тарас Ванна, я являюсь руководителем проекта по электронной отчетности компании Tensor. Моя цель – сделать отправку отчетности для всех пользователей очень простым, легким и приятным занятием. Вести вебинар со мной будут два спикера. Первый спикер – Юлия Мельникова, специалист по продукту отчетность в САБИ. Юлия курирует проект по ЕНС, прекрасно разбирается в наших разработках и знает все нюансы. Второй спикер – Екатерина Сироткина, руководитель направления САБИ «Бухгалтерия», человек, который знает про бухгалтерию практически все и даже больше. Сегодня мы расскажем и покажем, как САБИ поможет свериться с налогами, что делать в случае расхождений и как разобраться в остатках. Вы сможете контролировать ЕНС своих организаций, вид движения денежных средств в разрезе всех налогов и обособок. Движения по ЕНС станут для вас прозрачными, понятными, а работа с ними перестанет вас пугать. Мы покажем, как можно быстро разобраться во всех списаниях, начислениях и оплатах. Также хочется отметить, что данный функционал, о котором далее пойдет речь, доступен сейчас только у нас в САБИ в рамках нашего пилотного проекта. Функционал суперсверки уже используется нашими клиентами довольно-таки успешно. Отзывы только положительные. Новые клиенты, которых мы подключаем к функционалу суперсверка, в рамках пилотного проекта получат доступ к функционалу в течение нескольких недель. Так как есть организационно-техническая процедура, которая занимает время. Для всех клиентов возможность сверки по ЕНС и получения детальной информации по всем движениям денежных средств возможно при подключении расширения суперсверка к лицензии по электронной отчетности. Если вы хотите вступить в пилотный проект САБИ, то проходите в блок опрос и оставляйте отклик на суперсверку. Сейчас я бы хотела попросить свою коллегу Юлию рассказать нашим зрителям, в чем же отличие между тем, что у нас было ранее, и тем, что стало. Юлия, передаю тебе слово. Добрый день, уважаемые слушатели. С 1 января 2023 года всем налогоплательщикам был открыт единый налоговый счет. Полностью поменялся принцип уплаты налогов и сверки по ним. Несмотря на то, что прошло уже достаточно много времени с начала применения ЕНС, у всех остается еще очень много вопросов. Давайте вкратце обсудим изменения. В первую очередь они коснулись платежек. До 2023 года для уплаты налогов в платежках вы указывали КБК, КПП, ОКТМО, реквизиты конкретной налоговой инспекции. Итого порядка 15 реквизитов, из-за которых была возможность допустить ошибку. В платеж мог попасть невыясненные, а по налоговому могла возникнуть недоимка, из-за чего налоговая начисляла пенни. Также нередко получалось так, что по одному налогу возникала переплата, а по другому недоимка. И чтобы избежать начисления пенни, необходимо было контролировать все налоги и вовремя оформлять заявление на зачет. А также до 2023 года у всех налогов были разные сроки уплаты, которые тоже необходимо было соблюдать. И, соответственно, можно было допустить ошибку и нарваться на штрафы. С 2023 года практически все налоги и взносы мы перечитаем в качестве единого налогового платежа и в единый срок уплаты 28 числа. В платежке из изменяемых реквизитов осталась только сумма налога. Все деньги поступают на единый налоговый счет, с которого налоговая сама распределяет средства на отдельные налоги. Теперь ситуации, когда по одному налогу числится переплата, а по другому недоимка, быть не может. С переходом на единый налоговый счет имеет значение только сальдо ИНС. Если оно отрицательное, то есть перечисленных средств не хватает, то ФНС будет распределять недоимку пропорционально по всем налогам и начислять пенни. Юлия, спасибо большое. По отличиям понятно. Расскажи, пожалуйста, какие варианты оплаты налогов есть сейчас и какие варианты будут уже в следующем году? В 2023 году действует переходный период, в течение которого налогоплательщики могут выбрать один из двух способов формирования платежек. Первый – это по реквизитам единого налогового платежа, ЕНП. В этом случае, как уже говорила я выше, в платежке меняется только сумма. Указывается единый КБК, единого налогового платежа. Деньги зачисляются на единый налоговый счет. И для распределения по налогам необходимо подавать уведомления об исчисленных суммах. Однако по некоторым налогам все-таки придется формировать отдельные платежки, так как они не входят в ЕНП. Это НДФЛ с выплаты иностранцам, работающим по патенту, и госпошлины. Еще может возникнуть вопрос по уплате страховых взносов от несчастных случаев. Напомню, они администрируются социальным фондом России, поэтому перечислять их необходимо не в налоговую, а в СФР. Соответственно, и к ЕНП эти взносы не относятся. И второй способ формирования платежек в 2023 году по-старому, то есть на отдельный КБК. Деньги в этом случае тоже попадут на единый налоговый счет. В платежке будут отличаться только ключевые показатели, по которым налоговая сможет выполнить распределение средств. То есть платежка будет заменять уведомления, и по нему будет списываться сумма налога. Нужно понимать, что если вы ошиблись в реквизитах платежки, то сумма сможет не поступить на ЕНС, или налоговая неправильно ее распределит. И в этом случае, чтобы исправить ошибку, нужно будет подать уведомление об исчисленных налогах. Но, к сожалению, после этого вы потеряете право отправлять платежку вместо уведомления. Напомню, такой способ действует только в 2023 году, а с 2024 года останется только один вариант. Это перечисление денег на ЕНП и подача уведомления об исчисленных суммах налога. Юля, спасибо. Саби ведь прекрасно помогает с формированием платежек. Покажи, пожалуйста, как это устроено у нас в системе. Да, конечно, в СБИС вы можете сформировать платежки как по реквизитам ЕНП, так и по старому. Сейчас покажу на экране, как это можно сделать. Итак, смотрите, формирование платежек выполняется сразу из отчета. Если это будет на реквизиты единого налогового платежа, то это можно сделать из формы уведомления об исчисленных налогах. Ну вот, например, вы до 25 июня подавали уведомление по НДФЛ и страховым взносам, открыли уведомление, нажали кнопочку «Оплатить», ввели номер платежного поручения, нажали «Напечатать», и у вас сформировались платежные документы с реквизитами единого налогового платежа и платежка. И, соответственно, здесь будет указана общая сумма налога для перечисления. Если же вы хотите перечислять налог по старому, например, по НДС, то вы открываете соответствующую декларацию, нажимаете также «Оплатить», и здесь у вас формируется платежка с реквизитами конкретного налога и с суммой, которая была сформирована по данной декларации. А для индивидуальных предпринимателей, которые выплачивают фиксированные авансовые платежи, есть возможность тоже сформировать платежки. Для этого создать можно форму «Фиксированные взносы ИП». Мы выбираем «ИП», и если сумма налога не превышает 300 тысяч рублей, просто нажимаем «Сумма дохода», прошу прощения, не достигла 300 тысяч, то просто нажимаем «Распечатать». Здесь можно выбрать платежку как по реквизитам ЕНП, так и по реквизитам отдельного КБК страховых взносов. Ну а для клиентов, которые работают в САБе не только для сдачи отчетности, но и ведут свой учет, формирование платежек происходит еще быстрее, в один клик, но об этом чуть позже расскажет моя коллега Екатерина. Итак, как уплачивать налоги, мы разобрались и наглядно увидели все в САБе. Юля, а подскажи, пожалуйста, как нашим слушателям сверяться с инспекцией уже после уплаты? С переходом на единый налоговый счет налоговая поменяла и формы для сверки с бюджетом. Например, справка об исполнении обязанности по уплате осталась, а остальные формы изменились. Теперь можно запросить справку о наличии сальда, чтобы узнать остаток на ИНС на текущую дату. Он может быть положительным, отрицательным или нулевым. Если сальда положительная или нулевое, значит все налоги уплачены вовремя и начисление пени вам не грозит. Если же сальда отрицательная, значит налоги платили не полностью и на сумму недоимки будут начислены пени. Бывает ситуация, что в справке из налоговой сальда указано отрицательное, а по вашим данным долго быть не должно. Здесь возможно две причины. Первая ситуация, если вы только-только перечислили налог буквально сегодня или вчера и сразу запросили справку. Тогда стоит подождать пару дней и запросить справку повторно, когда деньги будут распределены и дойдут до ИНС. И вторая ситуация, если перевод был сделан уже достаточно давно, тогда вам необходимо будет проанализировать, по какой причине возникла недоимка. И для этого нужно будет запросить справку о принадлежности сумм или акции верки принадлежности сумм. Это тоже новые формы, которые применяются с этого года. Вы можете запросить эти справки через личный кабинет ФНС, либо через САБИ, но, к сожалению, на данный момент до сих пор налоговая эти запросы не обрабатывает. То есть пока на эти запросы справки не присылают. Но если даже налоговая пришлет вам справку, многие получили ее на бумаге, например, сами эти справки достаточно объемные. И разобраться в них и понять, в какой момент, по какой причине возникла недоимка, бывает очень сложной и требует большого количества времени. Юля, подскажи, что же делать, если сальдо ФНС неверное или вообще непонятно, как оно получилось? Могла бы ты показать? Да, конечно, если у вас возникает вопрос по сальдо, да, и вы получили справку, и там сальдо отрицательное, то необходимо будет обратиться в ФНС. На сайте ФНС есть специальный сервис «Оперативная помощь». Я сейчас покажу, как его открыть. Сайт «Единый налоговый счет». Здесь есть раздел «Уведомления об исчисленных суммах». И в этом разделе есть блок «Что делать, если не согласны с сальдо ИНС». Здесь есть ссылка на этот сервис «Оперативная помощь, разблокировка счета и вопросы по ИНС». Здесь вы можете указать ИН организации, выбрать вопрос, по которому необходимо решение от налоговой, например, не согласен с сальдо ИНС, требуется актуализация. Указать ваш номер телефона, и в течение нескольких дней с вами свяжется сотрудник инспекции для уточнения вашего вопроса и, соответственно, дальнейшего решения. Ну и для отправки нажимаете кнопочку «Отправить заявку на звонок». И второй способ связи с инспекцией – это, к сожалению, только личный визит, пока налоговые работают в таком режиме, что индивидуально производят сверку. Юля, спасибо большое. Уважаемые слушатели, в САБе вы можете запросить все справки и акты, о которых ранее шла речь. Но самое важное, в САБе реализовали наглядные уникальные функционалы в рамках пилотного проекта. Мы даем нашим клиентам быстро разобраться в сверке с бюджетом. Да, и новые клиенты, которых мы подключаем к функционалу суперсверка в рамках пилота, получат до функционала в течение нескольких недель, так как, я и говорила, есть организационно-техническая процедура, которая занимает время. Уважаемые слушатели, если вы хотите вступить в пилотный проект, то вам нужно оставить отклик в вопросе, и наш менеджер с вами свяжется после вебинара, проконсультирует по всем вопросам. Юля, а покажи, пожалуйста, как раз нашим зрителям наглядно, как у нас все реализовано, как разобраться в остатках, как отследить списание, начисление по ЕНС, чтобы работа с ЕНС действительно была в радость, занимала всего лишь несколько минут. Да, мы реализовали новый функционал сверка с бюджетом. Он находится в нашей отчетности, в разделе сверка, в блок сверка с бюджетом. Здесь мы с вами видим наши организации и итоговые данные по ЕНС, остаток и ближайшие начисления. Если откроем организацию, то увидим уже более подробную информацию. Так, сначала мы видим общий остаток, это сумма остатка на ЕНС и остатки по конкретным налогам. Здесь мы выводим общую сумму. Также мы видим сумму ближайших начислений, то есть то, что будет списано с нашего счета в ближайшее время, и итоговые суммы по каждому налогу, сколько начислено, сколько уплачено и, если есть, то остаток. Что же может вам показать, что можно увидеть в нашей сверке? Самое интересное, наверное, это все-таки ЕНС. Здесь у нас есть подробная лента, где вы можете увидеть всю информацию, все движение ЕНС в хронологическом порядке. Мы можем долистать с вами до самого начала и увидеть, что мы видим операции с самого первого января, с начала возникновения ЕНС. Зеленым цветом мы видим пополнение, красным списание. И в графе остаток мы видим результат каждой операции. Если у нас по результатам операции возник долг, то он красный. Если переплата черным, если все вышло в ноль, то галочка зеленая. Что еще здесь можно увидеть? Что касается пополнений, то здесь мы видим, по каким платежным документам были эти пополнения. Например, вот здесь мы видим, что это были платежные поручения. Видим их номера, их даты и, соответственно, суммы. Чтобы вы сразу могли видеть, мы показываем общую сумму, если таких операций было несколько. Что еще можно здесь найти? Например, если вы хотите сверить все свои пополнения, все поступления на ЕНС, то вы можете проверить их, отобрав только записи пополнений. Вводите в строку поиска пополнений и проверяете сразу все платежки. Смотрите, все ли они у вас дошли до ЕНС, все ли верно. Это то, что касается ЕНС. Что касается списаний. Здесь вы можете увидеть, на основании какого документа выполнено списание на эту сумму. Например, это было уведомление об исчисленных суммах. Видите его дату и сдачу, за какой период оно было подано. Поэтому можете проверить свою декларацию. Если сумма не соответствует, то обратиться за уточнениями. И далее мы с вами можем посмотреть движение по конкретному налогу. Давайте посмотрим, сделаем это на примере налога на добавленную стоимость. На 1 января 2023 года налоговая сформировала сальдо по единому налоговому счету. По данным всех налогов, которые были у организации на конец 2022 года. И вот мы здесь с вами видим стартовое сальдо по налогу. То есть по НДС у нас была переплата 153 тысячи. И сразу же эта переплата у нас попала на ЕНС. То есть с налога она перечислена на ЕНС. И если мы с вами откроем отдельно данные по ЕНС, то мы с вами эту сумму сможем найти и проверить. Что именно с налога, именно эту сумму налоговая на ЕНС зачислила. Если мы откроем запись за 9 января, то увидим, что вот оно как раз было пополнение ЕНС на эту сумму. То есть все платежи, все данные перекликаются. Все это можно проверить, что куда поступило. Далее по налогу мы видим списание, то есть начисление по данным декларации. Подали декларацию за четвертый квартал 2022 года, налоговая списала эти деньги. По НДС мы указываем в декларации общую сумму налога за квартал. И, соответственно, налоговая ежемесячно списывает по одной трети от общей суммы. И мы видим здесь налоговая списывала в январе. Далее в марте чуть сдвинули срок февральский платеж, февральское начисление. И в конце марта за март, соответственно, было списано. И также мы сразу видим, что в тот же день, как было начислено сумма по декларации, в этот же день ее списывали. И таким образом видим остатки по каждой операции. Соответственно, если по какому-то налогу возникает недоимка, вы можете понять, в какой момент, по какой причине она у вас возникла. Что еще мы в ближайших планах по доработкам нашей сверки? Смотрите, на главной страничке вы видите общую сумму начислений. Мы планируем показывать ее более подробно. То есть вы сможете увидеть, по какому налогу какая сумма предстоит к уплате. Также вы сможете открывать конкретную декларацию, по которой было данное начисление. То есть не просто видеть ее реквизиты, но и сразу переходить в эту декларацию, если она была сдана в СБИС. И еще мы планируем реализовать возможность формирования заявлений на зачет и возврат налога, если у вас возникает переплата или недоимка. И также по формированию платежек тоже будет возможность. Кроме этого, в сверке у нас сейчас уже есть возможность фильтров. Можно будет отобрать информацию по обособкам. Сейчас я вам ее показать не могу, потому что здесь организации без обособок. Тем налогоплательщикам, у которых есть подразделения, здесь можно будет выбрать. И также можно отобрать данные по КТМО региону, если, например, это были имущественные аналоги, которые в разных регионах находятся. Вот таким вот образом у нас работает сверка. Основой функционал я вам показала. Юля, спасибо огромное за демонстрацию системы и за ответы на вопросы. Уважаемые слушатели, мы рассмотрели взаимодействие с налоговой, ответили довольно подробно на те вопросы, которые вы писали, и к вебинару, и осветили подробный вопрос сам про ЕНС. Хочется отметить повторно, что сверка с налоговой входит в большой сервис Суперсверка, который вообще уникален по своим возможностям, потому что он включает в себя на самом деле несколько направлений. Это первое – сверка с бюджетом, о котором мы рассказали. Второе направление – это сверка НДС, сверка с контрагентами и полная камеральная проверка. Здесь мы сравниваем книгу покупок с книгами продаж ваших контрагентов и показываем, в каких документах есть расхождение по НДС и как их исправить. Подсвечиваем ошибку. Вы можете провалиться по конкретной ошибке до конкретной счета фактуры и конкретного контрагента. Это полностью избавляет вас от ручного поиска и проверки отчетов. И третий блок, входящий в Суперсверку – это сверка по сотрудникам. Здесь мы сверяем данные по сотрудникам в отчетах РСВ, ЕПС-1, перс-сведениях, распределяем суммы страховых взносов по тарифам нарастающим итогом, показываем забытых, лишних сотрудников, а также дубли. И не допускаем превышения предельной базы. Также все кликабельно. Проваливаетесь в отчеты до конкретной ошибки и конкретного человека. И хочется отметить, что у 99% всех наших клиентов отчеты принимаются с первого раза без ошибок и расхождений. Поэтому, чтобы подключить данные расширения, вам необходимо иметь лицензию по электронной отчетности. Если вы также хотите сдавать отчеты без ошибок с первого раза, то проходите в блок опроса, оставляйте отклик. Наши менеджеры вам перезвонят после вебинара и проведут полноценную бесплатную презентацию использования сервиса. Юлия, расскажи нам, пожалуйста, как же это работает у нас в системе более подробно. Все налогоплательщики НДС знают, что налоговая проверяет книги покупок и продаж между контрагентами. И если найдет расхождение, то высылает так называемые автотребования, в ответ на которые каждый контрагент должен пояснить расхождение. Чтобы этих расхождений избежать и избежать получения требования, можно исправить все ошибки еще до отправки отчета в налоговую. Сложность будет в том, что для проверки своей декларации вам потребуются отчеты вашего поставщика или покупателя. Если учесть, что многие налогоплательщики формируют декларации в последний или предпоследний день сдачи, то получить отчет вашего контрагента и успеть его сверить самостоятельно достаточно сложно. С САБИ вы упрощаете себе задачу, вы только загружаете или заполняете свой отчет, открываете раздел «Сверка» и сразу видите все расхождения между вашим отчетом и декларациями ваших контрагентов. Если кто-то из контрагентов не работает в СБИС, вы их можете пригласить, отправив приглашение на электронную почту. Все расхождения в Сверке будут сгруппированы. Ошибки подсвечены красным. Например, если вы опечатались в номере счета фактуры, то вы увидите только циферку опечатки. Прямо из Сверки вы сможете сразу исправить все расхождения, если сами допустили ошибку. Если ошибку допустил контрагент, то вы сможете связаться с ним через СБИС. В нашей Сверке вы увидите каждую конкретную счет-фактуру, конкретного поставщика, конкретную ошибку, и сразу сможете ее исправить. Для наших пользователей, которые ведут в СБИС, не только задают отчетность, но и отмениваются с контрагентами, электронным документооборотом пользуются, такие пользователи смогут открыть и сам первичный документ. То есть сразу открыть счет-фактуру, которая попала в НДС, и проверить, кто же все-таки ошибся, вы или контрагент. И, соответственно, также быстро исправить всю эту ситуацию. Юля, спасибо большое. По Сверке НДС все понятно. Расскажи, пожалуйста, про Сверку сотрудников, потому что РСВ сдать с первого раза вообще большая проблема для многих. Покажи, пожалуйста, как САБИ решает эту проблему. Да, РСВ – это сложный отчет, в котором проверяется огромное количество контрольных соотношений. И даже если вы знаете, что какой-то контроль нарушен, то очень сложно найти, где именно возникла ошибка, и, соответственно, самое сложное, как ее исправить. Наша новая Сверка сотрудников сразу покажет не только все ошибки, но и умные подсказки, как эти ошибки исправлять. Например, если вы допустили ошибку в суммах, Сверка покажет, какая сумма должна быть. Исправить ошибки можно будет сразу из Сверки, не тратя время на поиск нужной строки в отчете. Я вам сейчас покажу на нашей демоверсии, как это работает. Наверное, одна из частых ситуаций, вы, скорее всего, сталкивались с этим, для организации субъектов малого и среднего предпринимательства действуют два тарифа. То есть для выплат, которые превышают МРОД, действует льгота, пониженный тариф. Соответственно, все эти коды категории и коды тарифов необходимо отслеживать, очень сложно не допустить ошибку, а если допустили, сложно найти. Вот СБИС как раз вам покажет, если вы по каким-то сотрудникам не указали необходимый код категории, который указан в самом отчете в основном. Если вы рассчитали сумму налога, сумму взносов по сотруднику, но допустили в них ошибку, СБИС покажет, по какому конкретно сотруднику допущена ошибка, и вы сможете сразу ее исправить. Смотрите, по сотруднику неверно рассчитана сумма. Кликаем на этого сотрудника, и сразу открывается его сведение. Строчка с ошибкой подсвечивается. И вы видите, на какую сумму отклонений, какую сумму сразу нужно указать. Если включите авторасчет, например, то сумма пересчитается, ошибка будет исправлена. Все достаточно просто и быстро. Вам не нужно искать ошибку, пересчитывать все суммы, СБИС все сделает за вас. И еще, наверное, тоже многие сталкивались с такой ситуацией, когда допустили ошибку в реквизитах сотрудника или поменялась фамилия у сотрудницы. Подаете корректировку, забыли, что первички она была со старой фамилией, подаете с новой, налоговая присылает отказ, потому что для налоговой сотрудники с разными фамилиями – это разные сотрудники. Поэтому, если такая ситуация тоже возникла, СБИС покажет, что сотрудник с таким СНИЛС уже отражен в отчете и предлагает вам либо аннулировать, либо удалить сотрудника, соответственно, вы также сразу можете открыть и исправить эти ошибки. Вот таким вот образом СВИРка решает вопросы, касаемые отчета РСВ. Ну и также напомнит, если вы забыли включить сотрудников в другие отчеты по персональным, да, персонализированным сведениям. Юля, спасибо большое за демонстрацию системы, за такой-то также подробный рассказ. Уважаемые слушатели, я вижу то, что в чате очень много вопросов по поводу стоимости системы и стоимости данного расширения. Стоимость расширения СУПЕРСВЕРка зависит от срока действия лицензии по электронной отчетности. Поэтому для того, чтобы мы могли рассчитать стоимость конкретно для вас, я прошу пройти опрос и в опросе выбрать о том, что вы хотите подключить расширение по СУПЕРСВЕРке. Наши менеджеры с вами свяжутся и, соответственно, подробно проконсультировать по всем вопросам, нюансам. И, как я и говорила, проведут бесплатную демонстрацию системы для того, чтобы мы могли сами, так скажем, ручками пощупать, как это работает. И хочется также отметить, что вы можете загружать уже готовый отчет из сторонних систем или из Excel. Объем отчетов не имеет значения. Вы можете загружать, редактировать, отправлять отчеты любого объема, в отличие, например, от других операторов. А наш календарь бухгалтера всегда напомнит, когда это нужно сделать именно вам. Также отмечу, что работа с отчетами станет еще проще, если вы будете вести учет в САБе бухгалтерия. Кстати, всем слушателями этого вебинара мы дарим скидку 15% на бухгалтерию. И если вас заинтересовало наше предложение, также проходите в блок от просов и оставляйте свой отклик. Про работу в САБе бухгалтерии вам расскажет сейчас моя коллега Екатерина Сироткина, эксперт данной области. Катя, передаю тебе слово. Уважаемые слушатели, добрый день всем. Рада приветствовать вас всех на вебинаре. Мои коллеги уже подробно рассказали вам про единый налоговый счет и уникальные возможности суперсверки. Но САБе – это экосистема, которая позволит вам вести все бизнес-процессы в режиме единого окна. Вы сможете не только работать с отчетностью, но и полноценно вести налоговый, бухгалтерский учет, кадровый учет и рассчитывать зарплату. И сегодня я вам расскажу, какие плюсы вы получите, используя нашу бухгалтерию. Почему наша САБе-бухгалтерия подходит именно вам? Ну, во-первых, поскольку это универсальная система, она поддерживает любые сферы бизнеса и все системы налогообложения, в том числе и совмещения. Она, естественно, современная. У нас есть уникальный функционал, встроенный модуей распознавания сканов первичных документов, который позволит вам в четыре раза сократить время на работу с первичными документами, ну и разносить первичку учет без ошибок и задержек. Ну и третье – это масштабируемое. Вместе с вашим бизнесом будет расти и наша САБе-бухгалтерия. Ну, а теперь давайте разберем, как же бухгалтерия поможет вам именно в работе с единым налоговым счетом. Очень часто бухгалтера приходят из других учетных систем в связи с тем, что прекращено обновление, либо есть трудности в его получении или установке. В нашем случае вы можете забыть об этой проблеме. Система всегда находится в актуальном состоянии и не требует каких-либо действий для соответствия требованиям законодательства. В нашем случае отчетность будет заполнена в автоматическом режиме по данным вашего учета. Уникальный календарь бухгалтера поможет вам не забыть и не пропустить важные события. Ну, а оплачивать налоги и отчитываться по единому налоговому счету вы сможете вовремя и без ошибок. Ну, а сейчас на примере демонстрационной базы я покажу вам, как же наша бухгалтерия ежедневно помогает бухгалтеру в работе. Сейчас вы видите у себя на экране наш личный кабинет. Так выглядит бухгалтерский учет. Аккордеон нашей системы, я думаю, будет понятен многим нашим бухгалтерам, поскольку здесь вы видите знакомые вам участки учета. И каждый бухгалтер уже понимает, в каком разделе искать тот или иной документ. На стартовую страницу нашей бухгалтерии мы вывели вам все необходимые параметры, которые вы проверяете ежедневно. И вам больше не нужно формировать отчеты, чтобы посмотреть наличие денежных средств, увидеть важные предстоящие и уже пройденные события, посмотреть требования от госорганов, если вдруг они поступили, и многое другое. На самом деле, стартовую страницу в бухгалтерии каждый бухгалтер может настроить индивидуально под свои параметры. Ну, а теперь перейдем к налогам. Еще раз оговорюсь о календаре бухгалтера. Находится он в разделе «Учет, отчет и календарь». В нашей САБе-бухгалтерии вы можете ввести несколько юридических лиц. Напомню, что поддерживаются все системы налогообложения. И как только вы выберете нужное юрлицо, календарь автоматически подстроится под ваш режим налогообложения. В данном календаре наша бухгалтерия напомнит вам о важных событиях. Они все сформированы в хронологическом порядке, чтобы вы выполнили все операции по учету и правильно рассчитали свои налоги. Система напомнит о закрытии затратных счетов, заработной платы, расчете налогов, ну и, конечно же, уплаты ЕНП и сдачи уведомлений. Как видите, в календаре до 25 числа есть отдельные события уведомлений и до 28 числа в соответствии с требованиями законодательства уплата единоналогового платежа. Вы можете формировать расчеты прямо здесь, из календаря. Но мы советуем воспользоваться вкладкой «Налоги». САБи рассчитает автоматический налог для любой системы налогообложения. Здесь, на данной странице, мы собрали для вас сводные суммы по итогам года и в разрезе каждого квартала. Обратите внимание, что поскольку САБи – это экосистема, вы здесь же увидите сразу и сверку с Федеральной налоговой службой. Здесь же мы представили для вас налоговую нагрузку. Чем она ниже, тем выше факт проверки госорганом. Поэтому отслеживать это не имеет никаких проблем прямо здесь, в открытии с идеологовом окне. Сам расчет налогов САБи – достаточно простой. Необходимо нажать кнопку «Рассчитать» в соответствующем периоде, за который хотите отчитаться. И в данном расчете вы сделаете все, что вам необходимо. Бухгалтеря в автоматическом режиме соберет вам налогово-облагаемую базу в соответствии с действующим законодательством. Все суммы здесь кликабельны. Вы можете провалиться в любой документ вплоть до конечной проводки. Ну а кнопка ДК знакома многим бухгалтерам, и вы сразу же увидите все свои корреспонденции счетов. В системе представлены блок проверочных отчетов. Вы легко и быстро проконтролируете все свои ошибки. Обратите внимание, например, для упрощенной системы налогообложения по товарам в САБи-бухгалтерии есть отдельная таблица, которая скажет вам о том, по какой причине были не приняты расходы ваши товары. Также система контролирует правильность расчета конкретного налога и сообщит вам о необходимости провести те документы, которые на данный момент еще не проведены в системе. Отчитается, как был рассчитан налог, но и после расчета налога вы сможете зафиксировать расчет в случае, если в системе работает несколько пользователей, чтобы они не смогли внести данные, корректирующие учетов за предыдущие периоды. Но и прямо из этого расчета вы сможете сформировать уведомление всего лишь в один клик. Оно будет заполнено всеми данными из вашего учета. Единственное, что вам останется сделать, это проверить, подписать своей электронной цифровой подписью и отправить уведомление в госорган. Прямо отсюда вы сможете сформировать и платежку на перечисление денег. Обратите внимание на данное открывшееся окно. Система напомнит вам и укажет срок перечисления данных налогов, покажет все перечисления по единому налоговому счету и сумму начисленного платежа. При нажатии кнопки «Пополнить ИНС» формируется полностью заполненное платежное поручение. Реквизиты в САПе-бухгалтерии всегда актуальны. Но поскольку наша бухгалтерия имеет прямой обмен с самыми популярными банками, для того, чтобы отправить платежку на проведение денежных средств, необходимо нажать всего лишь одну кнопку «Выгрузить в банк». Таким образом, в одном расчете мы с вами рассчитали налог, сформировали налогооблагаемую базу, проверили ошибки, отправили уведомления, ну и, конечно же, платежку. Такие же расчеты есть и на другие формы налогов, они все примерно похожи. Но я хочу отдельно остановиться на расчете НДФЛ и страховых взносов, поскольку именно этот участок учета сейчас вызывает множество вопросов у наших пользователей. Для перечисления налогов с фонда оплаты труда и предоставления уведомления в госорганы в календаре есть отдельный расчет НДФЛ и страховых взносов. По закону он формируется до 25 числа текущего месяца. Открываем этот расчет. Здесь САВИ-бухгалтерия сама соберет вам все необходимые суммы. Как видите, у нас нет данных по страховым взносам. Система говорит о том, что у нас на данный момент не закрыта заработная плата. Мы можем прямо отсюда ее закрыть и ваши страховые взносы автоматически отразятся в данном расчете. Страховые взносы встают из проводок по начисленной зарплате и сразу хочу сказать, что вам не нужно выгружать и загружать проводки, как в случае с другими программами. Все сразу здесь. И также САВИ подберет вам налог на доходы физических лиц. Обратите внимание, что система учитывает измененный период отчета НДФЛ. Также для удобства наших пользователей в бухгалтерии созданы проверочные отчеты. Поскольку с 1 января 2023 года НДФЛ мы перечисляем по факту выплаты дохода, в нашем расчетчике по данной кнопке вы сможете сформировать отчет по ведомостям. Здесь будут все ведомости, которые по какой-либо причине не попали в расчет или были в нем не отражены. Я постараюсь вам сейчас показать на другом расчетчике, чтобы было понятно, про что я говорю. Вот таким вот образом. Вот такой пиктограммой будет отмечен отчет, что данная ведомость не попала в расчет НДФЛ. Вы можете прямо отсюда увидеть, что данный доход не выплачен. Нажав на ссылку, система сама подготовит для вас платежное поручение данной выплаты тихучего периода. Допустим, мы с вами проведем данный платеж и если вернемся в наш расчет НДФЛ из страховых сносов, то вы увидите, что эта выплата автоматически отразится в нашем расчете датой 31 мая 2023 года. Ну и по аналогии с предыдущим расчетчиком, прямо отсюда вы сможете сформировать уведомление и оформить платежное поручение на перечисление налога в составе единого налогового платежа. Последний момент, который хотелось бы продемонстрировать вам в рамках вебинара, это отдельный отчет движения по единому налоговому счету. В нашей бухгалтерии вы сможете сформировать этот отчет за абсолютно любой период, который вам требуется. Можно сформировать его выборкой в целом по единому налоговому счету. Нажав кнопку «Построить», система отчитается вам о всех начислениях, уплатах и, естественно, остатке. Также этот отчет вы сможете сформировать по сроку уплаты. Система сама выберет вам те налоги и распишет, какие именно, которые предстоит оплатить. Ну и, конечно же, по каждому конкретному налогу мы тоже распишем вам все, что вам необходимо, например, НДС. Вы видите начисленные, уплаченные взносы и, конечно же, остаток. Как видите, комплекс на автоматизацию учета в САБИ даст вам много плюсов. Работать будете всегда в актуальной программе, правильно рассчитывать налоги и вовремя отчитываться в госорганы. Ну а самое главное, будете работать в одной единой системе без интеграций, ошибок и корректировок. Кстати, всем слушателям данного вебинара мы дарим 15% скидку на тарифы САБИ-бухгалтерии. Если вас заинтересовало данное предложение, поучаствуйте, пожалуйста, в опросе в рамках вебинара. Ну и попробуйте вместе с нами вести учет с удовольствием. Передаю слово своей коллеге Ане. Катя, спасибо огромное. Уважаемые слушатели, запись вебинара появится прямо в карточке вебинара по той самой ссылке, по которой вы перешли для участия. На большую часть вопросов мы ответили сегодня в рамках данного мероприятия, но и у нас осталось не так много времени. Юля, я бы хотела попросить тебя ответить на несколько вопросов, которые есть, а на остальные мы дадим письменный ответ. Дорогие слушатели, мы делаем рассылку, куда прикрепляем ответы на все вопросы. Также мы прикрепляем сертификат участника и запись вебинара. Поэтому не переживайте, если на ваш вопрос мы не ответим сейчас в эфире, мы обязательно его разберем и отправим вам на него ответ. Юля, передаю тебе слово. Было очень много вопросов, как сверить сальдо по налогам по состоянию на 31 декабря 2022 года. Как я уже говорила на вебинаре, налоговая с 2023 года все формы для сверки поменяла и по этим формам теперь предоставляет информацию только с 2023 года, то есть все, что касается ИНС. Поэтому по старым формам получить сверку, по крайней мере, в электронном виде не получится. Для наших пользователей, которые работают в СБИС и подключали нашу автосверку, то есть автоматически получали выписки еженедельные или ежемесячные в зависимости от выбранной настройки, по тем налогоплательщикам были запрошены выписки на конец декабря. Посмотрите, вы разделили сверка с бюджетом, вы сможете их найти, если эта функция была подключена. Если же выписки нет, то, наверное, пока единственный способ это обратиться в налоговую за более подробными данными. Следующий вопрос. Могут ли быть отрицательные значения по налогам, если на ИНС положительный остаток? Такой ситуации по ИНС быть не должно. Собственно, в этом и суть единого налогового счета, что если у вас на ИНС положительный остаток, значит, по всем налогам у вас тоже все обязательства закрыты, выполнены. Поэтому, если на ИНС положительный остаток на налогах отрицательный, то необходимо разбираться, ну и в первую очередь, наверное, понять, где вы эти данные взяли. Если это справка из налоговой, то в справке о сальдо, по крайней мере, таких примеров не видела. Давайте посмотрим, обращайтесь к нам в техподдержку, будем разбираться. Если это касается нашей сверки ИНС, которую я только что показывала, тоже нужно будет более детально смотреть эту информацию, но в целом, повторюсь, такой ситуации быть не должно. Либо положительное сальдо по ИНС, и по налогам все закрыто в ноль, либо могут быть переплаты по налогам. Кстати, что касается переплат по налогам, это тоже не совсем правильная ситуация, потому что, если переплата, то она должна быть только на ИНС. Но есть ситуации для плательщиков страховых взносов, у которых в 2022 году предусмотрена отсрочка, перенос на год всех платежей за второй и третий квартал 2022 года. То есть, вот у таких налогоплательщиков, вы можете, кстати, проверить, была ли у вас вот эта отсрочка на специальном сервисе налоговой. Вот по таким налогоплательщикам все суммы по данным отчетов РСВ за второй квартал 2022 года и за третий квартал, там у всех по-разному, у кого-то за оба квартала, у кого-то за один, вот по этим отчетам все суммы будут списаны соответственно на год позже. То есть, сейчас в июне будут списаны суммы по данным отчета за май 2022 года. И, соответственно, скорее всего, сумма переплаты по этим взносам у вас равна суммам этих платежей. Если какие-то другие ситуации, то тоже необходимо разбираться. Анна уже сказала, что это у нас пилотный проект. Мы дорабатываем наш сервис. Могут быть ситуации, которые еще не предусмотрены были нами. Поэтому обращайтесь в техподдержку. если есть вопросы по сервису, будем рассматривать, разбираться и дорабатывать по возможности. Так, следующий вопрос. Как сверяться филиалом был такой? Наверное, тоже все уже поняли, что единый налоговый счет, он один на всю организацию, то есть, по ИНН, независимо от того, сколько КПП, у организации сколько подразделений, все данные сводятся на единый налоговый счет. Но при этом, соответственно, вы сдаете отчеты также по каждому обособленному подразделению, 6 НДФЛ, те же самые, налог на прибыль, например, вы сдаете по каждой обособке отдельно, и, соответственно, по каждой обособке у вас будет отдельная карточка. Также будет налог распределяться с ЕНС, по каждому КПП, по каждому КТМО и так далее. Все как раньше. Соответственно, теперь свериться можно будет также в общей сверке, да, и, как я уже показывала, у нас будет, есть фильтр по филиалам, то есть, отобрать конкретный налог по конкретному филиалу, вы сможете в нашей сверке и посмотреть, какие там были начисления, да, как происходило списание по данному налогу и так далее. Но, опять же, еще раз повторюсь, все это будет в составе единого налогового счета. Так, еще в чате у нас много вопросов было, что же такое СБИС и САБИ, и в чем разница? Наверное, наши пользователи, многие уже подписаны на наши группы, да, где мы публикуем все изменения по нашей системе. САБИ и СБИС, это, скажем так, одно и то же, но САБИ – это отдельное приложение для каждой задачи. Вот Екатерина рассказывала про САБИ-бухгалтерию, да, это если вы являетесь бухгалтером, да, и вам не нужны другие функции нашего личного кабинета, да, документы оборот или еще какие-то задачи, да, соответственно, вы работаете только с необходимыми вам разделами. То же касается и отчетности, да, я показывала вам функционал на нашей демо-версии САБИ-репорт, это приложение для отчетности. Для всех пользователей, у которых есть лицензия СБИС, все приложения также доступны, это просто вы выбираете удобный для вас интерфейс, соответственно, если вы работаете только с отчетностью, чтобы вам не мешали другие разделы, вы выбираете САБИ-репорт и работаете только здесь. Если вам необходимо будет открыть личный кабинет онлайн с Бесрус полным функционалом, вы просто переключаетесь и работаете там, как и раньше. То есть, вы можете работать и так, и так, лицензия единая для всех, соответственно, разница только в интерфейсе и в удобстве. Так, следующий вопрос, как будет отражаться информация в сверке, если уплачиваются налоги не на ЕНП, а отдельными платежками? Здесь я тоже уже говорила, что на единый налоговый счет деньги в любом случае, независимо от того, как вы сформировали платежку, поступят, и разница будет только в том, как на основании какого документа эти деньги будут списаны на налог. Соответственно, если вы платите на единый налоговый платеж, на единый КБК, то подаете уведомление о суммах налога и налоговая списывает по данным этого уведомления необходимую сумму на каждый конкретный налог. Если же вы уплачиваете платежкой на отдельный КБК, то налоговая спишет эту сумму по данным вашей платежки. То есть, вот как я показывала сверки, там, где списания были по данным деклараций, по данным уведомлений, там у вас будет в качестве основания, указана платежка ваша. То есть, по сути, ничего не меняется, сверка будет так же доступна, так же будет работать, вы так же все сможете увидеть. Ну и, наверное, это все основные вопросы. Юлия, спасибо большое. Что ж, уважаемые слушатели, сегодня мы узнали, как легко и доступно свериться с налоговой, что делать в случае расхождения, как разобраться в остатках. Повторюсь, что для всех слушателей вебинара, которые оставят отклик в вопросе, доступна акция на бухгалтерию 15%. Также, повторюсь, если вы хотите сверяться с налоговой в режиме реального времени, сдавать отчеты без ошибок и расхождений с первого раза, то также оставляйте отклик в вопросе. Также в нашей компании действуют различные акции, скидки для новых клиентов, и обо всем этом вам расскажут наши менеджеры. Поэтому не пропустите звонок, чтобы узнать ответы на все вопросы. На этом у нас все. По обещанным обновлениям следите за новостями. Мы освещаем новый функционал постоянно. Благодарю вас за внимание. Хорошего вам дня.